Десерки камер слежения, системы опознания лиц, все им мало. Они хотят, чтобы вы постоянно искупили дискомфорт, вы уже давно на военном положении. Вас постоянно обыскивают, вас что-то расспрашивают, выворачивают карманы, волкнут к рентгенным установкам, вводят по вам газоловителями в автобусы, даже обладают поездку, пассажир не может быть спокойным. Ему трижды подойдет кондуктор, спросит, трижды билет, толкнет жопой и попросит отойтись в полонку. Вы уже никогда не сможете написать стих по дороге на работу. Системе нужно, чтобы все находились задрочены. А на последние ваши деньги, они еще под предлогом национальной безопасности разработают систему опознавания нежелательных мыслей. Мы крупно влитли, ребята. На ходе метрополитен вас обыскивают взглядом, как проедут торговцам, гашишам или педалутся. Ставят в очередь машины с альгеном, облучают обычно глаз на взрывателя половина студентов с рюкзачками, контингент, который не нахуй послать не сможет, не обосстать. Бабки с мешками делают эти торгожи, подержанными автомобилями. Спокойно проходят, попробуют установить бабки для проверки. Обложить таким матом, чтобы в концу смены только облипываться. Остановить нагреца со скверной улыбкой обоссыть. Весь день на людях обоссаны стоять. Попробуй остановить человека, который ходит по краю, подкнет нож. Студентики отдуваются со всех стадо. Автор занятий собрал сегодня на себя и полное количество сотрудников. Метрополитена, отказавшись активно досмотр, вызвали на ряд полиции, прибежал какой-то гусь со звездами на свитере старший инспектор. Ты каких возит генерал-майор инспектор? Звезды на свитере инспектор подземной армии. Ищем, говорят, что у вас в сумке запрещенные к провозу вещи, бомбы, наркотики и гвозди. Показывают полицию сумку. Одни или две книги и три блокнота явный непорядок и дискомфорт. Полиция говорит, что все нормально и можно идти. А вот и нихуя. Дайте жалобную книгу. Проверка проведена. И звук вон отвратительно. А что, если литература входит в список экстремистских материалов? Давайте листайте. Интернет читайте списки, сверяйте. Жалобную книгу не дают. Говорят, что отвлекают их в рабочее время. Я отвлекаю их. Да не может быть. А они меня в таком случае, что развлекают, в таком случае оттопырятся. Если вам позвонили по телефону с рекламной старшинами, не будьте терпелами. Вешайте им свою вашу рекламу. Попробуйте им продать что-нибудь. Расскажите сон. Задействуйте бред. Если вас отвлекли от торжественного созерцания своих мыслей, воспользуйтесь подвергнувшимся. Случаем узнаете статистику, задержавая статистику предотвращения преступлений. Пусть зачитает вам свои инструкции. Пусть генерал подземных войск инспектора расскажет про свои полномочия. И пусть все представятся. Обязательно представятся. Это же какой идиотизм. Заходит человек с бомбой, а его просят пройти проверку. А он указывается, разворачивается и уходит в другом метро. И он обязательно найдет ту станцию, где его пропустят. И его в случае отказа никто не отпиздит, не повяжет, не опустит при задержании. Чего стоят тогда все эти проверки? Будьте какими-либо. Границы нашей свободы определяем мы сами. Если не отстаивать, если мы на нашу вседозвольность, они обязательно свисут нам голову. А перед тем, установить свои видеокамеры по периметру того цирка, который называется миром. Земля уже горит под ногами. Земля выткана зверем. И никогда не противоречит закону. Если вас, вовольный метровый электронный голос, попросил за опять об отозрительных лицах про селекторные связи, действуйте, как бомберы, как меня постоянно такие чудища окружают в каждом, блядь, вагоне. Я почти уверен, у половины моих пропутчиков нечистые мысли, почти у всех кривые рожи. Не противоречьте закону, ибо закон уже давно не сложен. А вот хаос, хаос никогда не умрало. Субтитры создавал DimaTorzok